Федеральный исследовательский центр картофеля имени Лорха посетил делегацию агротехников во главе с президентом Академии сельскохозяйственных наук Корейской Народной Демократической Республики Ким Кван Уком. Научным сотрудникам из КНДР рассказали о последних разработках института и новых достижениях в области селекции картофеля. Подробнее в сюжете Богдана Колесникова. В нашем центре была разработана технология получения российских иммуноспецифических агентов для диагностики вирусов картофеля. Это нужно для того, чтобы производить качественный семенной материал. Технологические приемы оздоровления перспективных сортов картофеля осуществляют в лаборатории колонального микроразмножения. Исследования и разработки ученых президента Академии сельскохозяйственных наук Северной Кореи заинтересовали. Ведь от качества семенного материала зависит и урожайность картофеля, и его вкусовые характеристики. Его заинтересовали разработки нашего исследовательского центра. Здесь мы ему покажем наши сорта, селекционные достижения. Также покажем достижения в области переработки сельскохозяйственного сырья. Ну и, конечно же, покажем те лаборатории, которые способствуют тому, чтобы мы смогли вывести более новые высокопродуктивные сорта. Только за последние десятилетия селекционеры исследовательского центра вывели три десятка новых сортов картофеля. На создание одного требуется от 8 до 20 лет. Каждый сорт имеет свое назначение. Есть картофель для переработки на фри, на чипсы, есть на крахмал, есть столовый картофель, есть сорта картофеля для раннего потребления, которые рано созревают. Ежегодно мы передаем госсорт испытания не менее 4-5 сортов. У нас в последнее время очень много сортов, которые не уступают зарубежным сортам, а по каким-то показателям даже превышают эти сорта по урожайности, по неприхотливости к условиям, по пластичности. Все это – результат кропотливого труда люберецких селекционеров. К новым сотрудничествам Федеральный исследовательский центр имени Лорха всегда открыт. Для обмена опытом сюда приезжают российские и зарубежные делегации каждый год.